Глава третья. Несмотря на то, что сани были нагружены только шестью сушеными рыбами, двумя-тремя фунтами мороженых бобов с салом и меховым мешком для спанья, смог двигался довольно медленно. Вместо того, чтобы сидеть в санях и подгонять собак, ему приходилось возиться с шестом бежать рядом с собаками. Кроме того, он много работал в течение дня и чувствовал себя очень усталым. Устали и собаки. Долгие полярные сумерки настигли его, едва только он перебрался через хребет и оставил за собой лысые камни. Путь под гору был уже значительно легче. Время от времени смог мог позволить себе роскошь вскочить в сани и на протяжении шести миль ограничиться понуканием измученных собак. Ночь застала его в широком русле какого-то безымянного ручья. Ручей велся по долине подковообразными изгибами и, чтобы выиграть время, смог решил выбраться из русла и ехать напрямик. Вскоре он сбился с пути и снова вернулся в русло. В течение часа он тщетно пытался взять верное направление и, убедившись наконец в бесполезности дальнейших блужданий, развел костер, дал каждой собаке по половине рыбы и разделил на две части свой собственный паек. Потом закутался в спальный мешок и, прежде чем сон сморил его, успел разрешить мучившую его задачу. Последняя пройденная им долина лежала у разветвления ручья. Он отдалился от правильного пути на целую милю. В данный момент он находился в основном русле, ниже того места, где проложенный им с малышом путь, пересекал долину и вел через маленький ручеек на низкий холм, находившийся на другом берегу ручейка. Как только забрежило утро, он собрался в путь натощак и поднялся вверх по руслу на милю. Без завтрака и не накормив собак, он ехал восемь часов не отдыхая, пересекая мелкие ручьи, низкие перевалы и спускаясь вниз по ручью Миноу. Четырем часам по полудни он в сгущающихся сумерках выехал на хорошо наезженную дорогу вдоль Оленьего ручья. До конца путешествия ему оставалось еще пять-десять миль. Он сделал привал, развел костер, дал собакам по полрыбы и съел свой фунт бобов. Потом вскочил сани, крикнул «Пошел!» и погнал собак. «Приналякте, псы!» — кричал он. «Добывайте жратву! Да муклук и не крошки! Гоните, волки! Гоните!»